По прогнозам синоптиков, переход от зимы к весне будет отмечен дневными оттепелями, которые в ночные и утренние часы сменяются минусовыми значениями. По второй половине этой недели возможны осадки. В период неустойчивых погодных условий пешеходам и автовладельцам следует быть особенно внимательными вблизи домов со скатными крышами. А управляющим компаниям поручено заблаговременно уделить внимание очистке кровель от снега и наледи. Территории, которые могут представлять опасность, должны быть огорожены сигнальной лентой и расчищены в первую очередь. Накануне управляющие организации отработали 120 скатных крыш и за текущие сутки 110 таких кровель. В основном работы ведутся по периметру крыш, однако наращиваются объемы очистки всей площади кровель, чтобы в дальнейшем при потеплении предотвратить сползание снежных пластов от конька к краю крыши. После завершения работ на кровлях обслуживающие организации должны позаботиться и о том, чтобы как можно быстрее снежные массы и лед были убраны с тротуаров и от мосток домов. На сегодняшнем общегородском совещании, которое провел заместитель главы Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Александр Андреянов, внимание обслуживающих организаций и предприятий акцентировано также на том, чтобы не снижались темпы расчистки придомовых и дворовых территорий. Администрациями районов, департаментом городского хозяйства и другими профильными службами ведется постоянный контроль за выполнением сезонных работ. На сегодняшний момент есть ряд замечаний, с которыми не справились обслуживающие организации. Данные материалы пойдут уже для привлечения к административной ответственности. Большинство управляющих компаний, это СЖСК, собственно говоря, реагируют. За текущий зимний сезон в отношении управляющих организаций административными комиссиями внутригородских районов составлено 300 протоколов о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее содержание придомовых территорий, дворов и кровель в зимний период. Кроме того, документация направляется в прокуратуру и ГЖИ для дальнейшего реагирования. И таких материалов за сезон более 400. Это вынужденная мера только к тем компаниям, которые не реагируют. В основном количество дел административных начальных стадий гораздо больше. Но в случае, если управляющая компания принимает меры и своевременно все-таки впоследствии убирает территорию или очищает кровлю, то административные материалы уже не составляются дальше, уже ходится дело предупреждения. По результатам обследования территорий инспекторами МПГТИ по благоустройству имеются существенные замечания к управляющим компаниям Положский берег, СГК, Фридом. Также много замечаний у профильных ведомств и у жителей Самарского района к управляющей компанией Самарастройпотенциал. При проверке были выявлены ряд замечаний как раз-таки по компании Самарастройпотенциал. При передаче материала для того, чтобы они устранили данное замечание, замечания были не отработаны. Сегодня их пригласили на совещание о том, чтобы выяснить, по каким причинам они не отработали. Но, собственно говоря, на приглашение появиться на совещание и дать соответствующий комментарий, они не отреагировали. Сегодня на уборку всех территорий Самары направили 3302 уборщика. Задействовано 294 единицы техники. Профильные службы напоминают гражданам, что в период таяния снега необходимо быть особенно внимательными, находясь вблизи домов со скатными кровлями, под навесами, козырьками подъездов, где в зимний период скапливается снег, а также по возможности убирать снег с карнизов и балконов своих жилых помещений. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.